Если вы хотите узнать, кто у кого чё спиздил и как из этого раздули целый конфликт, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, как и полагается, как и всегда, как и везде на GTA Самп Ютубе, как и везде на GTA Ютубе, как и везде на Ютубе, реклама Аризона, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь со всей информацией. Там же есть ссылочка на мой телекрам-канал, заходите туда тоже. Там публикуется вся эксклюзивная информация про Самп Обзор и все другие рубрики на моём канале. Там уже известно новое название нового Самп Обзора, поэтому если вам всегда было интересно, то заходите по ссылочке в описании и ознакомливайтесь со всей информацией именно там. Вот, казалось бы, карантин. Везде растёт онлайн, там, я не знаю, на Твиче, в каких-нибудь онлайновых играх, в GTA Самп, там GTA Самп, я не знаю, бьёт все онлайны, все рекорды там онлайна, вот по всем вот этим вот месяцам последним. То есть там вообще уже 50 тысяч игроков, я думаю, будет в GTA Самп, потому что все сидят на вот этой вот сейчас удалёнке, все сидят как бы отдыхают, все там что-то делают, у всех появляется большое количество свободного времени. Лично у меня его никогда не появляется, потому что я просто гроблю свой режим с каждыми вот этими вот, знаете ли, выходными и всем прочим. Поэтому, ладно, ладно, всё со всем этим понятно. Ладно, давайте ближе к сути данного видеоролика. То есть, вот, казалось бы, зачем я вообще всё это начал говорить про карантин и про удалёнку и так далее. То есть, казалось бы, везде онлайн растёт, везде всё, то есть людей много, то есть всего много. Много просмотров должно быть много, а трафика много и новостей GTA Самповских тоже должно быть много. Но не тут-то было. Новостей, конечно, много, да, с этим никто не спорит. Новостное сообщество прямо, знаете ли, активизировалось, по крайней мере, одно, которое запрещено называть на моём канале. Если вы напишите его в комментарии под моим вот этим вот видеороликом, никто вам на него не ответит. Можете вот прямо сейчас проверить, там, написать название вот этого вот сообщества, из которого я беру все эти новости и посмотреть, что вам на этот самый комментарий никто и никогда не ответит. Ваш комментарий просто останется где-то на границах истории моего вот этого вот всего канала. Однако, ладно, то есть, в одном вот этом вот, знаете ли, желтушном хуёвом издании вышел пост о том, что, мол, якобы там, знаете ли, один руководитель какого-то КРМП проекта, там, что-то обижается, что-то там, я не знаю, обвиняет руководителя другого КРМП проекта, то ли там, знаете ли, руководитель Амазин Кролеплей обвиняет руководителя на Мальс Кролеплей, то ли наоборот, то есть, неважно. Самое главное, сама абсурдность всей этой ситуации. В общем, в чём там было всё это дело? В посте написали немного сумбурненько, немного странно, сейчас я вам объясню. То есть, есть вот эти, вы знаете, все группы ВКонтакте, у которых есть разные оформления. И вот эта вот группа на Мальс Кролеплей, по-моему, какая-то фановая группа или наподобие того, в оформление своей вот этой вот шапки и всего прочего посмела добавить арты. То есть, арты, как оказалось, проекта другого. Амазин Кролеплей. Возможно, вы немного запутались, потому что везде какие-то проекты, везде какие-то названия, дроппинги, постоянно какие-то, я не знаю, все прочие вещи. В общем-то, и всё. Как бы в этом весь конфликт. Просто обвинили руководители одного КРМП проекта, руководители другого КРМП проекта о том, что, мол, якобы вы спиздили наши арты, которые рисовали лично нам, которые всё, как бы, было отрисовано, всё было круто, всё было классно. И как бы, ну, уберите, пожалуйста. То есть, всё, ну, как бы, не уберите, пожалуйста, а вы, типа, вы чё там, блядь, не оборзили наши арты, брать, вот в таком, знаете, в повелительном тоне. И, то есть, это просто пиздец. Люди абсолютно не знают своих прав. Люди не знают то, что им можно, что им нельзя. И, понимаете ли, я, то есть, подумал, что там за арты-то такие, я не понимаю. Они просто, блядь, арты, которые лежат в открытом доступе везде. То есть, можно там, я не знаю, в любую группу зайти, там, с какими-нибудь PSD-шниками по фотошопу, написать, там, я не знаю, какие-нибудь рендеры, те, там, модельки GTA-сампа. И будут вот эти вот все модельки. Я их видел, раз, наверное, 500 ВКонтакте. То есть, они слиты, перелиты вообще, они не защищены никакими авторскими правами, ничем больше. И, то есть, руководители одного КРМП-проекта наезжают на руководителей другого КРМП-проекта, мол, якобы, вы использовали нашу вот эту штуку без спроса. Вы чё, охуели? Типа, уберите. Как ответили руководители того КРМП-проекта, на Мальскролеплей, который взял все эти модельки? Они сказали, что они бы вполне убрались, сказали бы Лорду, чтобы там отовсюду всё это убрали. Но, так как чуваки, типа, не написали лично, не обратились лично, то ничего подобного они делать не будут. Как бы всё, всё останется так, как есть. Ну, это вообще пиздец. Я не знаю, то есть, вот смотрели бы все эти люди мой обзор под названием «Самп-обзор сезон 2. Страйку по Г-Ютуба». GTA-самп Ютуба, как-то так там всё это называется, где я разбирал вот этот вот как раз-таки юридический нюанс того, что можно делать. То есть, если бы они просто, я не знаю, там, взяли вот готовую шапку, там, я не знаю, да, если там у Амэзинга Ролеплей есть своя шапка с этими чуваками и перезалили её к себе, то это нарушение авторских прав. А когда ты просто вырезаешь оттуда модельки, и даже не вырезаешь модельки, а берёшь готовые, которые уже есть в группах ВКонтакте, и проставляешь их к себе, то это не нарушение авторских прав. Это переработка, то есть переосмысление того, что было. Это разрешено статьёй, блядь, вот я забыл. В общем-то, смотрите, страйку по Г-Ютуба, там, все статьи, всё расписано, то, как всё это делается. То есть, на это они имеют прям полное право, да тем более, блядь, ничем абсолютно не защищены эти картинки. Я понимаю, когда ты загружаешь на какой-то там, я не знаю, платный хостинг картинок, на которые мы их должны покупать, да, и там, то есть, по лицензии, если, я не знаю, там, берут эти картинки без спроса, там, по лицензии, вроде как, какие-то судебные разбирательства, штрафы, всё прочее, но если ты, бля, ролик использовал, должен был в машину сесть, бля, а тут хули так мало, урод, блядь, ты нахуй. Также, то есть, другие, типа, загрузчики этих самых картинок, если ты взял оттуда, то к тебе уже никаких претензий нету. То есть, и лицензия ВКонтакте по отношению к картинкам вообще, то есть, ничего. То есть, я вот даже вот в том самом моём обзоре рассказывал то, что социальная сеть ВКонтакте не обладает никакими лицензиями на контент, не обладает никакими авторскими правами на контент, то есть, никак не может защитить то, что вы туда льёте. То есть, загрузили вы туда фотку своего хуя, блядь, а на свою личную страничку ВКонтакте, во-первых, вас забанят, потому что у нас запрещено распространять порнографию, особенно детскую, а вас, во-первых, забанят, во-вторых, то есть, не защитят ваш хуй авторскими правами. То есть, как бы, ну, чуваки, вообще пиздец. Я не знаю, как такое происходит, но это вообще, блядь, я вообще нихуя не понимаю, чуваки, блядь, ну, это вообще пиздец какой-то, блядь. То есть, карантин нехуй людям уже делать настолько, что они конфликтуют, блядь, из-за картинок. Из-за просто картинок, которые есть, блядь, в открытом доступе. Ну, это просто пиздец. Я ждал новостей каких-то более, знаете ли, грациозных, более каких-то интересных, а тут вот такая вот залупа. Ну, кому это в полном серьезе? Вот, я-то подумал, конфликтуют два, там, каких-то мастодонток, РМП проекта, блядь. Вообще пиздец, секс, оргия, насилие будет. А тут, ну, как бы, вообще нихуя. Почему так происходит? Непонятно. Вообще. Почему? Ну, как бы, вообще. То есть, данный вопрос, видимо, придется чувакам решать в суде с Амазинга. То есть, там, все подают в суд, они там, бумаги, и пусть удаляют все эти арты. Причем, даже, понимаете, если они в суд подадут, чисто гипотетически представим данную ситуацию. То есть, что можно приписать сюда? То есть, упущение каких-нибудь продаж? Нет, они эти картинки, эти арты не продают. Я не знаю, там, слитие вот этих самых готовых артов? Нет, они ссылку на скачивание всего этого не давали. То есть, что вообще тут можно присудить такое, кроме какого-то, я не знаю, морального ущерба? Ну, у нас судебная практика по таким штукам выплачивает, там, тысячу-тысячу пятьсот рублей. Как бы, ну, удачи подать в суд, пацаны. Ну, я просто, я не знаю, блядь, этого вообще пиздец какой-то. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona RolliPlay Phoenix находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. А там же есть ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока. Смотрите сам по обзор сезон 2 на страйку ПГ Ютуба. Там скоро тысяча просмотров и все вообще будет классно. Всем спасибо, всем пока.